Насекомые являются одними из древнейших сухопутных существ и первыми, кто покорил воздушное пространство Земли. Как и когда они возникли, остается загадкой и точно никому неизвестно. Палеонтологи лишь констатируют, что в каменно-угольном периоде, 350 миллионов лет назад, насекомые уже были обыкновенными жителями наземных экосистем. Сегодня я расскажу вам про одного огромного жука, при встрече с которым у любого человека моментально появилось бы желание убежать от него подальше. И что самое страшное, этот огромный жук может летать. Просто представьте, какие звуки издает этот жук, когда летит и быстро двигает своими огромными крыльями. Жук-дровосек Титан. Название говорит само за себя. Взглянув на этого жука, сразу убеждаешься в его первенстве. Это насекомое невероятных размеров. Длина отдельных экземпляров достигает 17 сантиметров и шириной 5-8 сантиметров. Это размер ладони взрослого мужчины. Но такие крупные насекомые являются чрезвычайно редкими. Самый максимальный научно зафиксированный размер усача Титана составил 16,7 сантиметра. Чаще всего попадаются 13-15 сантиметровые особи. До гигантов же вырастают лишь единицы. Самыми крупными особями чаще всего являются самки. Их тело имеет буро-коричневый или смоляно-бурый окрас. С каждой стороны предспинки располагаются по три заостренных шипа. Прямо над глазами располагаются усы, длина которых порой может достигать половины тела насекомого. К сожалению, а может и к счастью, живут эти гиганты очень мало. Продолжительность жизни взрослой особи составляет всего каких-то жалких 3-5 недели. При этом они вообще не питаются. Все энергетические вещества они получают из тех запасов, которые были накоплены еще на стадии личинки. Про развитие личинок дровосяка Титана практически ничего не известно. Так как они ни разу не попадались человеку на глаза. Предполагается, что примерная длина составляет около 24-36 сантиметров. И развиваются они в корнях или при корневой зоне мертвых или высыхающих деревьев. Окукливание тоже происходит в почве. Несмотря на свой спокойный характер, ловить его голыми руками – достаточно рискованное занятие. Его челюсти могут с легкостью перекусить карандаш. Поэтому при его поимке стоит быть крайне аккуратным. Пишите в комментариях, хотели бы вы встретить этого жука Титана в лесу, пока просто гуляете. Попытались бы вы его сфотографировать, или мигом бы постарались убежать из леса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok